Анастасия 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 После знакомства у пары не было и мысли зайти в церковь и тем более посвятить православию всю жизнь, если бы не отец матушки Анастасии. Тогда в родном селе Перекоп в Армянске он восстановил этот храм. На тот момент он никак еще не думал, что когда-то здесь будет его дочка матушкой, что они будут служить в храме, который он построил и сделал. А к Богу, получается, я пришла уже когда папа заболел, у него были проблемы с почками и ему сказали, что нужно поехать в Трусковец. А староста наша сказала, ну все, Коля, если ты туда поедешь, ты туда не вернешься уже, потому что там рядом была Почаевская лавра и он был наслышан, что нужно туда съездить, посмотреть. И так и получилось, он приехал и сказал, что я уже уезжаю и больше сюда как бы все. Я как бы себя нашел там руками нашего деда и там скит построился и потом он имел возможность и здесь построить. Какое-то время я еще, пока у меня не было возможности к нему поехать, ну мне тогда было 11 лет, я еще как бы года два, наверное, с ним не виделись. А потом уже первая поездка, когда мы познакомились с батюшкой, мы поехали вместе. Ну и папа через письма всегда старался мне, у меня до сих пор есть, хранятся в коробочке эти письма, очень много. Ему очень тяжело было меня оставлять, ну каждый папа любит свою дочку и он, говорит, это было самое тяжелое решиться оставить тебя здесь. Но я, говорит, молился у Богородицы и всегда просил, чтобы она тебя не оставила и чтобы жизнь твоя сложилась. А тем временем будущие супруги решили поехать к отцу матушки Анастасии в Почаевскую лавру. Спустя столько лет они понимают, как невидимой рукой через родных людей Господь управил их жизнь. При этом не только свел любящие сердца, но и подсказал, какой дорогой идти дальше. Когда я увидел своего тестя, будущего, отца Назария, его тогда еще в миру звали Николай, до принятия монашеского пострига, впечатление, конечно, внутреннее сыграло большое. И вот знаете, вот насколько для меня это поразило, было поразительно. Вот мы, он сразу не задавал вопросы по поводу веры. И вот простой, самый такой простой мягкий вопрос, когда мы ехали в машине, он спросил, а ты крестик носишь? Ну, я сейчас уже не так этот вопрос задаю, но так это мягко спросил. У него просто все какие-то сомнения, какие-то вот умозаключения, какие-то противоречия, они как-то вот сразу в сторону отошли. И мне стало стыдно. Я даже сам мне не представил, почему? Да, вот, нет, я потерял. Причем я соврал, я никогда не носил крестика. Вот, и я потерял. Вот, ну, хорошо, там, приедем, там все. И вот там уже попал, конечно, в мир, который, ну, не просто меня поразил, но, ну, я не знаю, перевернул всю всю жизнь мою. Там моя первая служба была, первая исповедь, вот, которая была долгая, очень искренняя такая. Вот, и первое богослужение, конечно, было тяжело, ну, что уж мне не признаться. Очень тяжело было, типа, рождественское, это с 12 ночи до 7 утра в первой жизни. Я в храм-то никогда не заходил. Приехали обратно, вот, потихонечку, поначал, я в Библию первый раз начал читать, вот, и, причем везде, вот, где бы я ни находился. Кушал я там, что-то на работе был, везде, вот, сама уже была Библия. Не думал никогда о семинарии, вот. Вот, я вот начал, когда, вот, в храм ходить потихонечку, потом батюшка позвал меня в Пономарь, Пономарь, ну, прием в Санкт-Петербург, работал, семья уже, вот, уже мы женились, вот. С кем вы работали на этом? А я был охранником на заводе, да, вот, там, 6 лет проработал, вот, жили в квартире, вот, самое, что, главное, что, своя квартира была, да. Вот в какой-то момент отец Назарий задал вопрос, а не хочешь ты с семинарию поступить? Сколько лет вам было? 26 лет, да, вот. И вот, знаете, вот тут как раз произошел такой щелчок, вот оно, знаете, то есть я при этом никогда не думал, а тут как будто что-то такое родное предложилось, да, вот. Ну, матушка немножко тоже засомневалась, она как бы не представляла, да, как вот, ну, муж там будет потом под рясники ходить, у него там свои были такие сомнения, терзания, как бы это, вот. Вот, а отец Назарий, ну, папа ее спросил, задал вопрос, так ты же меня тоже стесняешься, я же под рясники тоже хожу. И у него все, на это, вот, так сказать, отошло. Поступил по чайскую семинарию, вот, заочно, ну, лучше начнем, у него уже учиться семья, ребенок родился, вот, и работа. Вот, ну, получается, сколько было, два года отучился, да, потом уже, сейчас, нынешний отец Игорь, священник Армянский, он, у него панамарил, он мне предложил тогда, так сказать, уже священники. После рукоположения в священнике уже через две недели его отправили в сельский приход. Для знакомых это стало настоящей неожиданностью, ведь отец Андрей окончил училище с красным дипломом по специальности каменщик-монтажник-сварщик. Но потом в жизни появились другие ориентиры. Летом 2020 года отец Андрей и матушка Анастасия не только отметили 15-летие супружеской жизни, но и стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». И теперь этот диплом в их доме на почетном месте рядом с семейной фотографией. Пятеро детей скучать не дают. Каждому надо уделить внимание, с каждым поговорить по душам, о чем-то важном. На стене фотографии царской семьи Романовых, как пример того, как достойно воспитывать свое продолжение и трепетно относиться друг к другу. У Кулаковых так же, как и у Николая Александровича и Александры Федоровны, четыре дочери и младшенький сынок. Я думаю, моя задача как мамы все-таки вырастить с них достойных жен, чтобы их прям на расхват они были, и каждый мечтал, чтобы по нему была такая жена, которая и быт обустроит, и деток нарожает, и мужа будет любить. Да? Хорошими будете мамами. Заповедь одна из Божьих гласит «да чте отца и мать свою». То есть вот это самое важное. То есть недопущение, вот я считаю, в их будущем, вот, и не исполняя эту заповедь, вот, самое главное по мне, это исключать хамство, дерзость, вот, по отношению к родителям, к старшим, то есть тех, с кем они сталкиваются, даже учителя. Бывают такие моменты, что мне кажется, очень сложно, ну, все, все, ну, просто не могу. Потом наступает утро, я спать с новыми силами в бой, ну, ближе к концу дня, конечно, устаю. А вообще так, если бы когда-то я подумала, что у меня будет пять детей, может быть, наверное, несложно, раз так все у нас сложилось. То есть сложно, когда себя жалеешь, а когда себя не жалеешь, то нормально. Ну, да, да, знаете, даже еще, например, когда в этот момент еще пытаешься сопоставить себя с кем-то, ведь кому-то еще сложнее и труднее. Мы себя многодетными здесь ощущаем, в Крыму, а когда мы приезжаем к дедушке в гости, и там приходят в храм семьи по 10, детей по 14, нам кажется, что какие-то мы немногодетные совсем. Что там, пять? Вот если в 10, это да. Дети любят творчество, а родители их в этом всегда поддерживают. Самое главное – делают все вместе. Я лечу от Бога, радость вам принес, Что в пещере темной родился Христос. Скорей поспешайте, младенца, встречайте много на рожденного. Скорей поспешайте, младенца, встречайте много на рожденного. Музыка в этом доме звучит часто, и всегда есть благодарные слушатели. Музыка в этом доме звучит часто, и всегда есть благодарные слушатели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok